Андрей Андреевич, здравствуйте. Андрей Андреевич, рады приветствовать. Добрый день, Тау. Добрый день, Владимир. Андрей Андреевич, как вам первый день саммита НАТО в Вильнюсе? Как вам первые заявления, которые уже прозвучали, в частности, из уст генсека НАТО Столтенберга? Ну, Столтенберг очень грамотно и искусно готовил этот саммит. И, в общем, был определенный консенсус по поводу этих решений. Ну, первое. Во-первых, надо сказать, что Столтенберг очень честно ведет свою политику. Он прямо говорил, не прикрываясь за какими-то фальшивыми аргументами о неготовности Украине или невыполнении каких-то условий. Он и говорил, что во время войны страны НАТО, по крайней мере, часть из них, не могут согласиться на принятие Украины в НАТО, потому что, в соответствии с статьей 5, это означало бы их готовность посылать солдат и сражаться и умирать рядом с украинцами на поле боя. Вот к этому они не готовы. Поэтому Украина будет принята в НАТО после победы, но, с другой стороны, будет сделано все, чтобы ускорить эту победу. Причем, путем поставки необходимых для победы вооружений, придание Украине в этом смысле специального статуса, напоминающего статусы Израиля, Южной Кореи, Тайваня в отношениях Соединенных Штатов. Так называемый «main non-neutral» — главный союзик, не член НАТО. Не член в том, что Соединенные Штаты не берут на себя обязательство сражаться и умирать в Израиле, зато берут на себя обязательство максимально поставлять самое высокотехнологичное вооружение, чтобы Израиль сам мог обеспечить безопасность. Вот все гладко шло к этому решению. К сожалению, атмосферу как бы нарушило некое неудачное заявление дедушки Байдена в последние дни, где он частично повторил вот эту откровенную формулировку, что мы не готовы, потому что мы не готовы умирать. Но в то же время несколько раз заговорил о каких-то кондишенциях и радинесной готовности, что вызвало, конечно, действие, я вот по себе чувствую, это вызвало возмущение, переходящее в такое бешенство в украинском руководстве, что отразилось, например, в сегодняшнем твите Зеленского. Вот некая напряженность возникла, но я думаю, что она будет урегулирована. Сегодня министр основного дела Кулеба уже нам сообщил, что принято решение ни в коем случае не будет, и Украине предоставлено в сегодняшних условиях уже унизительный для нее статус какого-то предварительного членства, вот тот самый, который Украина добивалась в 2008 году, и тогда ей отказали. Сейчас Украине не нужны никаких подготовительных классов, не нужны никакие оценки критериев. Украина в большей степени выполняет задачи НАТО, чем любая страна НАТО. НАТО было создано 70 лет назад, чтобы защитить Европу, свободный мир от вторжения с Востока. Вот за эти 75 лет единственная страна, которая выполняет эту задачу, причем ценой тысяч и десятка тысяч своих солдат, это Украина. Поэтому все вот эти разговоры о кондитжественной ради, они унизительны, и я думаю, они не прозвучат, думаю, я уверен, что они не прозвучат в заключительном коммунике. Ну вот, в принципе, будет принято такое решение. Украина – член НАТО после победы, а пока делаем все для этой победы. Что-то должно прозвучать или измениться в течение ближайших суток? Ну, то есть 12-го числа, уже завтра, будет официально озвучено окончательное или финальное коммунике как раз этого саммита, который в Вильнюсе проходит в эти минуты. От тех заявлений каким-то образом он может отличаться, в финальной коммунике может отличаться от заявлений, которые уже озвучил Столтенберг? Я не в курсе последнего заявления, которое вы говорите. Я уверен, что будут вот эти два принципа прозвучать абсолютно точно и четко. Украина вступает в НАТО после победы. И для достижения этой победы мы приложим все усилия и будут максимальные регулярные поставки вооружения. Я перефразирую тогда, Андрей Андреевич, если позволите. Давайте для точности, что он сегодня сказал. Да, в частности, он сказал, во-первых, отмену ПДЧ, это как раз план действий по членству в НАТО. В то же время он заявил следующее. Украина станет членом НАТО или будет принято в ряды Североатлантического альянса после того, как все члены Североатлантического альянса с этим согласятся и будут выполнены условия. И тут важный момент. Это не вырвано из контекста, это не сложности перевода. Конкретно прозвучало и будут выполнены условия. Но о каких конкретно условиях идет речь, эта информация из уст Столтенберга не прозвучала. Почему? Потому что эти условия должны меняться? Или потому что они сами еще не определились с этими условиями? Я уверен, что вот такой размытой формулировки не будет. И Украина никогда на нее согласится. Кстати, давайте не забывать, что Украина там не одинока. 23 из 31 стран НАТО выступают за немедленное принятие НАТО. Даже накладывая на свои обязательства посылать солдат и сражаться в Украине. И вот это условие будет одно сформулировано. Еще раз повторяю, я уверен, что будут приняты два положения. Украина будет принята в НАТО после победы. Или может быть, будет сформулировано там окончание боевых действий. И второе, что для достижения этой победы будет оказана материальная поддержка вооружения. Вот эти два положения войдут. А третье, это уже достигнуто сегодня, никаких упоминаний о подречении. Андрей Андреевич, накануне Байден встречался с Риши Сунаком, премьер-министром Великой Британии. Как думаете, почему именно накануне саммита НАТО и что обсуждалось за закрытыми дверями? Для чего он туда поехал? Ну, это естественно. Он не посещал еще короля Карла III в его Вензерском дворце после инаугурации Британии. Ближайший союзник. Это совершенно естественная остановка. А что там обсуждалось? Я думаю, что Британия же всегда была более последовательной и жесткой сторонник Украины и противник России в этой войне. Я думаю, что Сунак ему объяснил на хорошем родном ему английском языке, что это оскорбительно выставлять Украину в качестве какого-то ученика, выпрашивающего баллы. Ну, а кроме того, Сунак выполнил формальную миссию, заявил о своем несогласии с предоставлением кассетных бриголовок. Ну, он сказал и сказал. Это он был обязан сделать, потому что у Белоруссии подписалось под договором о запрете эти оружия. Но, по сути, он, конечно, поддержал это решение, понимая его логику, что недостаток боеприказов, а вот этих кассетных бриголовок в Соединенных Штатах достаточно. Пока разворачиваются новые производственные мощности, будут поставлять эти бриголовки. Кстати, по поводу этих боеголовок Песков уже заявил, что будут принимать соответствующие решения, но опять грозился по поводу кассетных бомб. Как думаете, будут ли действительно принимать решения и просто какие ответы уже то, чем бомбит Российская Федерация украинскую землю, да, то есть уже, по-моему, всеми видами оружия, также запрещенного. Что это были за угрозы и на кого они были направлены? Нет, ну это вообще бред совершенно. Россия с первого дня применяет эти кассетные бриголовки. Это уже вершина какого-то бреда, чем он еще грозит. Кроме того, почему, давайте немножко в детали, почему они были запрещены, эти бриголовки? Дело в том, что некоторые из них не разрываются и остаются надолго после войны. Это как бы мины, территория страны становится заминированной, возможно, потом подрывом мирного населения. Так вот, российские бриголовки, из российских кассетных бомб, 35% оставляется невзорванной. Они действительно представляют, сегодня они забросали уже эти бриголовки половину территории Украины. Американские бриголовки, которые предоставлены сейчас, у них проценты не разрыва, 2%. Да, это угроза для возможной после войны, но гораздо страшнее для Украины сейчас проиграть эту войну, кстати, будучи атакованными гораздо более страшными кассетными бриголовками России. Поэтому все эти выступления правозащитников – это абсолютно лицемерие, ну а уж какие-то угрозы или протесты Песковой. Например, он здесь посол в Вашингтоне, Антонов сказал, что решение о предоставлении кассетным бриголовкам – это еще один шаг Соединенных Штатов к Третьей мировой войне. То есть, когда они 35% засыпают всю территорию Украины, это не шаг, это замечательно, а когда им отвечают – это шаг к мировой войне. Ну, что мы будем столько времени тратить на российскую пропаганду? Андрей Андреевич, какие заявления из Кремля Вы ожидаете по итогам саммита в Вильнюсе, саммита НАТО в Вильнюсе? Ну, что то же самое, что новые угрозы, сделаем красные линии, или какие у них, они, по-моему, уже стесняются говорить о красной линии, но они уже звучат там, они уже прозвучали в отношении Швеции, угрозы сегодня, что мы сделаем выводы, примем меры и так далее. Что они могут говорить? Да, вообще, по поводу членства Украины в НАТО, это же отдельная тема, да? Отдельная тема для Путина, отдельная тема вообще в целом для руководства Российской Федерации. Ну, пока вот с утра я немножко тоже краем глаза и заходил на российские каналы, там Скобеева торжествующе вяжет, что вот Украину не принимают в НАТО. Угу. Ну, если не ошибаюсь, Путин уже официально заявлял о том, что, нет, это Медведевское, по-моему, заявление о том, что сейчас задача Российской Федерации предотвратить вступление в Украину в Североатлантический альянс. И тут сразу несколько моментов. Ну, во-первых, конкретика или практически конкретика по поводу членства Украины после победы. А во-вторых, те заявления, которые еще и Эрдоган сделал, союзник Российской Федерации, или более-менее о том, что Украина действительно заслуживает членства в Североатлантическом альянсе, которое должно состояться. Как вы считаете, что сейчас вообще происходит и что это означает для России, для Путина в частности? Ну, что касается Эрдогана, это пять ножей, пять ядоганов в спину Путина. Это и возвращение азовцев, это и Эрдоган. Турция позинилась к этому большинству в НАТО, 24 стране, которые за немедленное вступление. Но, по-моему, я уже не буду перечислять там по мелочи, извините, это не мелочь, конечно, забот Растаров на Украине. Но самая болезненная для Путина тема, Эрдоган и Зеленский на совместной пресс-инференции очень ясно дали понять, что это дело, конечно, России. Будет ли она продолжать помогать несчастным африканским странам, страдающим от угрозы голода? Если нет, то Турция и Украина будут продолжать это делать самостоятельно, и торговые суда с украинским зерном будут сопровождаться военно-морским флотом Турции. По-моему, это предельно ясно. Вот, если хотите, я сделаю маленький прогноз. Я-то как раз желаю другого, но я боюсь, что Россия прогнется и согласится на продолжение зерновой сделки. А если она не согласится, ну, ей придется встретиться не только с турецким военно-морским флотом, но в трех регионах российские и турецкие войска, по существу, стоят друг против друга. Это и на Кавказе, это в Сирии, это в Ливии, и везде, в общем, у Турции оперативное и тактическое преимущество. Что это говорит-то в отношении Анкары к Москве, отношении Турции к России? Вот этот поворот, если принять всю эту сферокумность, я объясняю этими двумя факторами. Ну, во-первых, американцы сделали им какую-то очень хорошую вступку. Ну, это ясно, в 2016 они добиваются несколько лет, они это получили. А во-вторых, в своем идиотизме русские там в последнее время атаковали снова эту провинцию Идлиб, где находятся остатки сунильских повстанцев, туркоманов, так называемых, этнически близким к Турции. Ну, и вот Турция готова дать ответку по всем регионам, где они... Ну, и вот это крайнее раздражение Кремлем и хорошая поддержка Соединенных Штатов сыграли роль в таком серьезном повороте турецкого. Слушайте, ведь президент Эрдоган делает все то же самое, что мы ожидали от его соперника на выборах. Ну, да, по-большому счету. Вот нам же парадокс. Когда мы болели, конечно, не будем скрывать, болели за его соперника, именно потому что мы ждали, что он сделает первое, второе, третье, четвертое, пятое. Так все это сделал сам Эрдоган. Великая победа нашего геостратега. Так, да, как бы, переиграл, так переиграл. Андрей Андреевич, спасибо вам большое, что присоединялись к нашему эфиру. Спасибо вам. Андрей Андреевич Пианковский, политический деятель и публицист. Это и другие видео вы можете посмотреть в удобное время на нашем YouTube-канале Freedom. Подпишитесь. У нас только самые авторитетные эксперты. Вся правда о войне России против Украины. Поверьте, этого никогда не покажут федеральные телеканалы.